Идет дальше у нас Андрей. Посмотрим, что он нам прислал. Ага, он нас поздравляет с Новым Годом! Ура! Сейчас я объясню, почему мы не смотрим. Мы, когда один раз так посмотрели кино, оказалось, что после этого изображение и мой голос начали расходиться, и чем дальше, тем больше. То есть я говорю одно, а на экране другое. Поэтому мы с тех пор с Антоном Валерьевичем, с Афроном договорились, мы ролики не смотрим. Так, и, наконец, последний Виктор. Здравствуйте, Валерий Константинович. А подросил ли Реддельшес и планируете ли вы распространить череды? Сейчас скажу. Так, Голден Дельшес вы уже знаете. А Реддельшес, вот, это анекдот, смотрите сюда. Вот если назад вернуться, да, я сейчас покажу этот Реддельшес. Ну, вы знаете, у меня трудно это самое. Ну, смотрите, какая-то из них Реддельшес. Я умудрился, прежде чем она умерла, с неё в черенок взять. Поняли? Вот. Я его внедрил в Антону, у кого у меня есть. И у неё пошло вот так вот. Центральный штамп, не штамп, а центральный проводник. Я взял его и показал отдельный фильм. Она пошла вот так. Теперь я срезал четыре. Пятый, на всякий случай, оставил. Ну, понимаете. Вот. И положил их позже для дальнейшего распространения в своём саду. Вот пока всё, что имею. Но самое-то интересное, что Сергеев выписал вот это чудо, вот эти шедевры, он их выписал из, это как оно называется, из Крымского сада. И теперь пройдёт год-два, и она у меня заплодоносит. Ну, я подстраховался, я четыреветский срезал, оставил вот такие приросты. И пятый не тронул. Всё. Теперь буду распространять, и однажды, через 2-3 года, у меня будет или РЭД, или ШЭС, а это один из лучших сортов во всём мире, или какая-нибудь туфта, которую Сергей также смотрел на фотографии. Вот. Сейчас мы можем дальше, что сделать. Значит, колл сам можно уговорить, или ЛЭЛЯ. Вот, пожалуйста. ФО-ТО. И сейчас мы с вами посмотрим. Я не знаю, как он его доставал. Я... Он выбирал из сайта. Яблонио. РЭД. Через Е, наверное. РЭД. Дэ. ЛИ. ШЭС. И мы сейчас с вами. Смотрим, что же это за чудо такое. Вот это настоящий РЭД Дэльф. Я беру красоты необыкновенной. Где мы их с вами видели? Ну-ка. Правильно. Мы, друзья, с вами их видели. Только в магазинах. Это одно из самых лучших в мире яблок. А где гарантия, что эти четыре метки – это РЭД Дэльф. Они что делают-то? Питомники они берут. Ага. РЭД Дэльф выбирает посимпатичный. Вот. Посимпатичный. А, может, вот такое. Вот. И это пишет РЭД Дэльф. А поэтому никакой гарантии ответил наш вопрос. Это просто попытка, каких у меня много было. Иногда везет. Иногда не везет. Вот. Сейчас я вам кое-что покажу. Время осталось. Что я оставил на закуску. Думал, не успею. Смотрите. Вот это абрикос. Так. Смотрите внимательно. Это моя фотография. Вот это. Моя. Кто ее присвоил? Питомник растений, который якобы культивирует темирячевские сорта. А фотография моя. Прошло время. Эта фотография. Нет. Это изображение сегодня, 22 декабря. 22 декабря 2022 года. Убрали они его от позора. Нет. А фотография моя. Это значит, что питомник, растений Калышской области, который темирячевский, продаст неизвестно что. Вот эта фотография тоже известная. Вот эта известная, очень известная. Черный бархат тоже известная. Я сто процентов знаю, что нет и не может быть темирячевская академия черного бархата. Вот. И так далее. Ладно. Это не все. Смотрите. Смотрим сюда. Вот это случилось. Следующее. Учеба есть учеба. Значит, когда взял эрик из Башкирии, тот самый, который выписал у меня 100 семечек в уссурийский бруш, и который собрался вот в этом, я нажал на фотографии с этого питомника. Заметь, я не назвал название, но все остальное, правда, с этого питомника. Меня сразу удивило то, что здесь было написано колновидное. Колновидное, понимаете? Мне стало интересно. Я знаю, что колновидное груш на свете нет ни одной. Вот не родила природа, нет таких. Ни одной. А они продают якобы колновидные груши. И тогда мне стало интересно. Я готовил это для того эрико, а вон у него компьютера нет. Обидно. Смотрите вы. Внимание. Где, кому принадлежит эта фотография. А? А он, допустим, скажет, а я хочу, вот смотрите, они тут под названиями. Где-то Краснобокая, где-то Каратайская, где-то Лель. Причем они все, как бы сказать-то, ну, как говорят, не очень. Вот чаще встречается название Краснобокая. Или взяли еще, придумали название колновидное. Вот это вот, а человек собирается купить, что мало? 50 или 100 черенков. А потом многие годы рассчитывать, а потом что топор? Или переплевать и опять начинать с нуля? Вот, пожалуйста. Груша колновидная дали хор. Где она видна, что она колновидная, а? Где? Ладно, посмотрели, еще они все. Смотрим сюда. Омский садовод. Почему я его не жалею? Я нажимаю на абрикос. Внимание. Внимание. Опять моя фотография. Как они любят эту фотографию. У меня найдется 100-500 фотографий ярче этой. А знаете почему? Они всегда выбирают с первой десятка. Просто-напросто. И она постоянно там, в этом первой десятке, как-то чисто случайно. И получается, омский садовод. Ну да я бы ему еще это просил даже. Допустим, у нее сейчас прекрасно купит человек саженец. Вырастет не вот эта фотография моя. Ну, скажем, не хуже. Можно представить? Можно. А теперь смотрите, хозяева, где вы в Сибири, в Омске, черешню вырастили, а? Ну-ка смотреть в глаза. Где вы вот это вырастили? Где? Где ваш сад? А почему я вас позорю? Почему я говорю, что вы это самое, перекупщики банальные, и все, что сибиряки купят, замерзнет? А чтобы у меня не воровали вот эти фотографии. Вот это вот. Имею право. Ну, еще показать. Слева сувенир Востока. Смотрите внимательно. Слева сувенир Востока. Вот. Я не успел показать покойного друга. Я специально для этого готовил, но не дошел. Не дошел. Ладно, оставляю для него. Чтобы лишний раз поклониться уникальному садоводу. Оставляю, не буду. На этом мы сейчас закончим. Я вернусь. Может, там еще кто-нибудь что-то написал? Где-то я там был. Попробуй сейчас найди, где я был. Вебинар. А, вот я тут был. Итак. После Виктора, который спросил, подносил ли Red Delicious. А, еще Виктор пишет. Сейчас еще послушаем. И будем закаживать. Мы все за полца уложились. А вот сегодня обычно не, 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 не. Это, скажем так, ничем не примесить на вебинар. Можно так сказать. Сейчас он что-нибудь напишет. И мы с вами расстанемся. Значит, напоминаю про то, что... Нет. Еще одна тема все-таки есть. Есть, есть, есть. Случилась такая неприятная вещь. Пусть временно, но случилось. Сейчас я не скажу. Сейчас Виктора послушаем. Виктор, Виктор. Виктор. Ага. Виктор, Виктор, как может измениться размер вкус черешня, который выращивается из косточки? В широких пределах. Дело в чем? Почему в самых широких пределах? И откуда взялось огромное количество дюков Дюк это Вишнечеречный гибрид Не вегетативный А такой какой он должен быть Результат Не клонирования А результат Скрещивания Результат Спаривания Результат Как еще назвать Ладно Не будем сейчас искать эти самые термины Чисто научные А вы уже и так поняли Почему Дело в том что Черешни в чистом виде Вот кто видел мой отдельный фильм Там я Елена Александровна Савельевич Привезла фотографии Из Мичуринского опыта И института Научно-сердского И там получилось так что Очень много черешин вырастили Причем черешни Прекрасные Но мне не понравилось Что это моносады Я считаю Это необходимость Что черешни Должны перемежаться С вишнями По принципу Через одну Через две Или соседние ряды Ряд вишни Ряд черешни Обязательно Что мы получаем Плюс и минус Вишня Которая опылит черешью Даст будущему потомству Крепость Мородостойкость И возможно Померче плоды Но живые Вот А если черешня Полит черешня Урожай будет уже не те Я вам говорю Потому что Да Вишня это плебей Но какой плебей А черешня Которая полит черешня У нее не будет Достаточно Мородостойкости Потому что Сами по себе Попробуйте С косточки вырастить Не привитые Постоянный страх Чтобы любой год Расти шесть Она взяла замерзла На второй год На пятый На десятый Увы Это есть Именно получается так А если все таки Мы делаем смешанные сады Мы не получим дикари Как чем у меня мордой Тыкали эти Выпуститься Тимиря Дикаря не будет Из косточки черешни В самом худшем случае Вырастет крупная Вкусная вишня Это в худшем случае Помните Есть такой Валерий Чкал Это вишня Черешня гибрид На нем долго бились Долго И я его добывал И я с ним бился Что получил Называется Черешня Валерий Чкал А на самом деле Это вишня Но зато Отборная вишня Почему Пошла вишня Может у кого-то Полусела Пошла в черешню На здоровье То есть Я отвечаю на ваш вопрос Как может измениться Размер косточек черешни Которые врачные скочки В любую сторону Широчайшие пределы И не надо этого бояться Если у меня Вы купите 10-20-30 Косточек черешни Вот Садите через метр Ничего Места Значит Займут мало Проведить потом Успеете Пересадить успеете Но это И будет гарантия Что у вас будет Настоящая черешня А то как нет Пришлите мне Три косточки Мне надо всего Три дерева Вот это наивность А я еще выгляжу При этом Каким-то Этим самым Жадобенным Потому что Как так Зачем мне 10-20-30 Мне три надо Косточки Я уверен Все три вырастут Все три дадут Отполнешение И все три Дадут черешню Продолжение следует...